добрый вечер дорогие друзья дайте мне пожалуйста знать как меня слышно слышно плохо на тройку виктор божин уже слышно отлично так кому-то слышно отлично отлично так плюсиками покажите алексей дьяков не очень так значит вам надо настроить свои микрофоны сейчас я попробую свой подстроить чуть-чуть как сейчас не слышно эхо да как мне их убрать сейчас посмотрим что-то никак не настроиться с новым компьютером как следует видео у меня сегодня зарубило не могу вам показать себя к сожалению и не успеваю уже что-то сделать у самого ума не хватает а специалиста под рукой пока нет поэтому я прошу прощения еще раз ну ничего надеемся что мы выстроим все нормально таким образом дорогие друзья давайте начнем и сегодня нас двое алексей дьяков по техническим вопросам его вы сможете увидеть и услышать скорее всего сделаем сейчас так что он первым выступит расскажет чуть тише да сейчас попробуем чуть тише сделать чуть тише как сейчас так Как ведро говорить? Ну, что делать, если я не ведро говорю? Так. Так, ну, я даю слово Алексею. Давай, Алексей, говори. Я тут попробую пока порегулировать свой звук еще. Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Добрый вечер, Владимир Маркович. Пожалуйста, меня слышно? Получше или так же в ведре? Так, спасибо. Хорошо. Сегодня мы продолжим тему струнного рельса, а именно его внутренней части, это струны. Напомню, что основой путевой структуры SkyWay являются первые для легкой транспортной системы. Первое. Это установленные на опорах предварительно напряженные растяжением неразрезные струнные рельсы. Сейчас мы мышку возьмем. Вот. Это вот на этой картинке неразрезные струнные рельсы. И второе. Для тяжелой и многофункциональной транспортной системы, это предварительно напряженные растяжением неразрезная несущая струнно-ферменная путевая структура. Рельсострунная путевая структура, как в первом, как и во втором варианте, как на основе струнных рельс, так и на основе струнно-ферменной конструкции, отличается идеальной прямолинейностью и плавными изгибами. И это имеет важное значение для достижения высоких скоростей движения, минимальных ударных нагрузок, низких затрат энергии на транспортировку пассажиров и грузов. Рельсострунная путевая структура. Это идеально ровный путь для движения колеса, так как по всей длине он не имеет технологических и температурных швов, так как головка рельса в струнном рельсе на всем протяжении сваривается в одну единую плеть. И вот в этом вопросе, когда мы говорим о сварке, у многих оппонентов возникает вопрос. Как же сваривается струнный рельс, если внутри него находится проволока? И неужели проволока тоже сваривается? Вот если мы рассмотрим в разрезе струнный рельс... Извините, мышка бежала... То внутри него мы видим проволоку. Каждая отдельная проволока диаметром от 2 до 5 мм. И которые вместе между собой укладываются и представляют собой одну единую струну. Между собой проволоки не переплетаются, они укладываются специальным прибором. И при натяжке сохраняют равное расстояние между собой, вплоть до заливки смесью или композитным материалом. Вопросы, касающиеся, как сваривается проволока, это, скорее всего, вопросы возникают из-за ошибочного понимания технологии SkyWay. И чтобы этот вопрос был максимально понятен, мы сегодня схематически рассмотрим, как это делается. И нам не нужно знать нюансы. Основной это принцип, чтобы понимать и чтобы объяснять своим оппонентам, как же устроена струнная колея. Как она натягивается, где она сваривается. К сожалению, данная программа, в которой мы проводим вебинары, не позволяет использовать анимацию. Поэтому сейчас вот вы видите, как на рисунке представлена натяжка струнного рельса. И, к сожалению, она не будет анимирована. Но попробую объяснить тогда так, как есть. Значит, после того, как мы уложили вот эти проволоки диаметром от 2 до 5 мм в пучок, мы закрепляем их на первой опоре. Вот у нас первая опора. И здесь мы их закрепляем. И у нас, как бы, наша струна просто ложится, ну, скажем так, на землю, на специальные подпорки. И ожидает дальнейшего продолжения сборки. Далее, когда мы закрепили струну на первой опоре, мы надеваем корпус струнного рельса на струну, который на данный момент имеет не целостный, не весь этот участок, а вот он отрезками у нас. Это корпус струнного рельса. И он натягивается на струну. Каждый отрезок натягивается на струну. Отрезки где-то по 20 метров. И после этого струна поднимается на вторую опору. И струны натягиваются. После чего происходит сварка всех элементов струнного рельса. Корпуса производится сварка в местах стыковки. И заливка бетонной или композитной смесью. Этот принцип сборки является схематичным. Последовательность и точность того, как собираются в пучок проволоки, как они держатся между собой, каким механизмом производится натяжка, или как сваривается между собой корпус рельса, и как туда заливается смесь. Я считаю, что партнерам, занимающиеся привлечением инвестиций в Skyway Capital, не так необходимо знать. Хотя, может, это и интересно. Я думаю, что в основном необходимо понимать принцип. Технологический принцип вообще сборки, установки струнных рельс. И данная схема наиболее проще всего объясняет и показывает, как это происходит. То есть проволоки, в принципе, они нигде не варятся. Они являются струной, которая натягивается между двумя опорами. и сваривается только корпус самого струнного рельса и головка рельса, по которой будет кататься колесо юнибайков и грузовых составов. Что еще можно сказать? Анкерные опоры. Анкерные опоры становятся переходными участками для соединения натянутых струн. То есть следующая натянутая струна, следующий участок струнного рельса, и где будет натягиваться струна, он не будет крепиться и свариваться эти струны между собой. Они крепятся в следующий участок, также к анкерной опоре. И в данном случае анкерные опоры, они являются таким переходным элементом во всей струнной колее. и свариваются только именно корпуса струнных рельсов, чтобы не было стыков на головке струнного рельса. Если говорить еще об опорах, то их может быть разработано большое количество разновидностей, как анкерных, так и промежуточных, в зависимости от проектных требований. Благодаря анкерным и промежуточным опорам путевая структура всегда располагается над поверхностью земли. Струнные рельсы жестко закреплены в анкерных опорах. Анкерные опоры можно устанавливать до 5 километров. Промежуточные опоры служат для поддержания путевой структуры и восприятия вертикальных и поперечных горизонтальных эксплуатационных нагрузок, такие как вес конструкции, вес подвижного состава, боковой ветер, и длина пролетов промежуточных опор может составлять от 40 до 60 и более метров, в зависимости от типа струнной трассы. Оптимальная высота опор составляет от 4 до 6 метров. Опоры могут выполнены быть из железобетона, сборного или монолитного, стальных сварных конструкций, композитных материалов или высокопрочных алюминиевых сплавов. Фундаменты в зависимости от грунтов на трассе могут быть свайными, забивными, винтовыми, буронабивными, либо плитными, монолитными или сборными. Как видите, разнообразие очень большое и все зависит от того, что именно нужно для конкретного проекта. Нам же важно знать общий принцип технологии Skyway, чтобы быть достойными и компетентными партнерами Skyway Capital. И на сегодня я благодарю за внимание и передаю слово Владимиру Марковичу. Я думаю, если будут выключить микрофон, иначе идет фон. Сейчас слышно? Меня хорошо, покажите, пожалуйста, как меня сейчас слышно. Так, далеко, да? Не очень слышно. Я сейчас попробую немножко добавить звука. Так. Как сейчас слышно? Сейчас, наверное... Алло? Раз, раз. Так, сейчас слышно, да? А. Вот сейчас, давайте. Ну, должно сейчас, должно быть слышно достаточно хорошо. Сейчас лучше, да? Все, спасибо. Спасибо, друзья. Спасибо, Алексей, во-первых, так, за такое наполненное и хорошее содержательное описание анкер-напор. Ибо, чтобы у нас в головах не было бы каши, мы бы что-то не придумывали бы, опирались бы на то, что нам сообщают. И тогда мы всегда будем компетентны. Вы помните, да? Мы об этом говорили. Теперь, чтобы хотелось сегодня поговорить. У меня должок с прошлого раза перед вами. Поэтому я, как бы, пройдусь снова по тому же. Но хочу начать с новостей, дорогие друзья. Кто вначале заходил сегодня на вебинар, вы видели видеоролик короткий, значит, где Анатолий Гладыч и ВУК, скажем так, люди из Камбе, строительные технологии, встречают Рот Кука, его представители Австралии, которые прилетели туда. И более такой обширный репортаж и описание всего этого, всей этой встречи и того, о чем там будет говориться, и больше, чем говорится, будет делаться. Потому что фактически прилетели для уточнения исходных заданий и чертежей, и, скажем так, материалов, документаций, чтобы это все подготовить и использовать потом в Австралии. Идет мощная подготовка. До 18 числа, по всей вероятности, по имеющимся данным, Рот Кук и представители из Австралии будут в Минске заниматься как раз подготовкой того проекта, о котором была уже речь. Таким образом, процесс идет. Это очень радостно. Идет процесс не только в Минске. Например, я только что вчера вернулся из Риги. Люди очень трепетно относятся к информации, которую мы подаем, уверены или неумеренно, про Скальвей. Вот. И даже тот же самый Рио Балти, который, ну, скажем, пока проектируется из строя, идет в предпроектной стадии. Это между Тайвеном и Берлином, в конечном итоге. Скоростная типа Сапсан, железная дорожная такая ветка. Люди, которые этим занимаются, уже имеют очень такой большой интерес к Скальвей и рассматривают не как какого-то конкурента Скальвей, а рассматривают как дополнительный ресурс, который мог бы где-то сравнять и вы. заменить, об этом пока речи не идет, слава богу, или, может быть, ну, там видно будет, а речь идет о том, как какие-то, увы, которые очень, скажем, объемно решать в рамках, вот так называемой, насыпной рельсовой трассы, надо будет решать, и можно будет решать, причем значительно дешевле, значительно надежней, технологии Скальвей. И подготовительные такие работы, они идут, и это радует. Причем я вам покажу здесь несколько еще рисунков, вернее, ну да, несколько слайдов, что еще тут происходит. Таким образом, дорогие друзья, давайте пройдемся по тому, что мы сегодня, о чем мы сегодня будем говорить. Смотрите, в прошлый раз мы говорили, что такое вообще еще раз о седьмом этапе особенностей стратегии капитал и инвесторов в этом процессе. Мы знаем, что такое седьмой этап. Если не знаем, то я сейчас еще раз, еще раз, значит, вам скажу, что такое седьмой этап. Седьмой этап – это у нас целый ряд дел, которые должны осуществляться. Вот сейчас я посмотрю, тут у меня я убрал, по-моему, это сейчас, одну минуточку. Седьмой этап. Апрель, июль, может быть, это будет, значит, ну, скорее всего, апрель, июль. У нас июнь, июль фактически это идет в работу, ушло 7 миллиардов акций, которые являются основой для того, чтобы осуществить инвестиционный процесс на 15 миллионов долларов в проекте «Скальвейп», в проекте строительства «Экотехнопарка». Таким образом, процесс идет, и это очень важно, это важно знать по вселенным этапам. Какие особенности? Я еще раз хочу повторить, что это устойчивость инвестиционного потока, который обеспечивает капитал и другие инвесторы, которые участвуют в этом процессе. Другие площадки тоже это же самое делают, но нам важно говорить о том, чем занимаемся мы. Поэтому устойчивость этого потока инвестиционного, она зависит от нас. Сейчас разработаны еще несколько интересных пакетов. Пока не буду забегать вперед о них говорить, потому что они не согласованы с головной компанией. И как только они появятся, мы уверяем вас, что это очень такие хорошие пакеты. Один касается пакет использования средств бонусного счета в нашем личном кабинете, и другой пакет будет касаться именно возможностей, скажем так, участия или дарить что-то в виде каких-то пакетов детям, внукам, детям и так далее. Юристы сейчас работают над этим, и эти пакеты будут. То есть вся работа идет, все идет во время того, чтобы обеспечить устойчивость инвестиционного потока. Идет работа с крупными инвесторами. Видите здесь дальше, про инвесторов когда можно говорить, если инвесторы А, как я уже в прошлый раз говорил, что это там от 25 долларов и выше, там 5, 6, 10 тысяч долларов. И от 100 и выше это инвесторы Б, то есть это так называемая уже тяжелая артиллерия, вот, и это инвесторы Б. Но тем не менее устойчивость зависит именно от этого, и от того, как надежно и гибко обеспечивается процесс инвестирования. Мы с вами, многие могут здесь много интересных вещей рассказать, про то, как мы пережили период перехода с 6 на 7 этап. Очень много. Но, видите ли, это и есть такой процесс, когда идет наладка. Можно что-то превентивно предусмотреть, а есть вещи, которые по ходу, как бы в походе проявляются. И вот этот поход, это был переход с 6 на 7 этап, показал, что тем не менее, хотя и укреплялся, и не усилялся, значит, сервер, он весь, скажем так, поплыл, мягко выражаясь. Потом целый ряд техподдержки. Мне просто такое впечатление было, что техподдержка ушла в отпуск. Типа того, что где-то хорошая погода, и они все съехали туда. Хотя они работали все 24 часа и даже больше. Причем работали на разных языках. Могу вам сказать еще следующее, что уже у нас не 74 страны, а 72 страны, где присутствует, скажем, и где мы обозначены. Там где-то по 2-3 человека, на тем не менее, эти страны есть. То есть разрастается количество стран, количественный показатель, качественный показатель тоже улучшается, потому что становится больше инвесторов, которые подключаются. Потому что очень много было, в какой-то период было много инвесторов, которых послушали, стали партнерами и не стали инвесторами. Просто включились в кабинет и смотрят. Сейчас этот процент значительно больше не буду его называть. Суть не в этом. Я просто поверьте мне на слово, что это так. Теперь дальше. Надежность и гибкость ее надо обеспечивать, и над этим работают все специалисты КПТО. Причем, при этом соблюдается оптимизация расходной части. Это очень важно, потому что, начиная, как я уже говорил в прошлый раз, видимо, что начиная от головной компании, начиная от Анатолия Гладовича Леницкого, которые вместе со своей командой, они работают постоянно над тем, чтобы оптимизировать и локализовать лишние расходы во всех тех технологиях, во всех решениях технических, которые принимаются, то, естественно, чтобы, скажем, на пути от инвестора к конкретному объекту как можно меньше было бы расходов. Мы потом в конце с вами или чуть дальше посмотрим, куда вообще расходуются деньги. Это интересно знать, чтобы, ну, тоже представлять. Об этом иногда спрашивают, и люди не могут сказать. У меня сегодня была получасовая беседа с одним швейцарским инвестором. Он там, как бы, общался с нашими дерманскими партнерами. Как вы знаете, уже слышали, что я сейчас, как бы, являюсь ментором. Есть такое слово ментор, иностранное слово, скажем так. В принципе, это так вызываемый, как бы, помогаю запустить нормальную работу структур, именно сетевой структуры и больше, не столько сетевой, сколько информационной структуры, передачи вот этой знаний и всех, как бы, вопросов, технологических и содержательных вопросов от технологий нового поколения Скальвей, от Скальвей, да, в Германии. И вот оттуда этот инвестор. Он задал очень много интересных таких вопросов, которые нам неплохо бы знать всем. И эти вопросы, они касаются как раз именно того, а какие расходы, а куда они идут и как они идут. Я сейчас посмотрел, что мне тут пришло. Владимир, напомните, пожалуйста, цифру скота всего акций на 15 этапов. Всего акций у нас 60 миллиардов на 15 этапов. Значит, и чтобы на 15 этапов это так называемый резерв. Но чтобы нам реализовать «Экотехнопарк» проект, то я уже раз говорил, что это где-то порядка 34-37 миллиардов акций надо будет на это потратить, чтобы обеспечить процесс. Вот если посмотреть, как сейчас идет инвестирование, то нам надо столько вот миллиардов акций запустить в этот ход. Процесс залога и как бы приобретение людьми инвесторам этих акций. Была ли у вас встреча с мэром Риги? Нет, с мэром Риги и не было встречи, но я с ними не собирался пока встречаться. Вот, я собирал, я встречаюсь с людьми, которые, не буду называть точно с кем, суть сейчас не в этом. Информация движется с мэром, еще пока встречаться. Я даже с мэром, правда, он не болеет, вернее, не болеет, а он не удел сейчас пока по разным причинам. Есть его ИО, мэра города Таллина, вот, но сначала надо подготовиться и не просто так пойти туда говорить, ведь мэр ничего сильно не решит, он просто получит информацию. Но кто ему даст информацию, какую, сколько, насколько обоснованно, насколько увязано с какими-то другими решениями, с возможностями финансирования, это уже совершенно другой разговор. и поэтому, чтобы вы понимали, как этот процесс вести, я что же в этом найду на ощупь, опираясь на свои, на свой опыт, на какие-то свои прошлые, значит, проекты. И так чувствую, что я был вреден, я разговаривал с рабочей, группа встречалась, мы обсуждали, что, как дальше, как презентовать лучше этот материал, не подукручивали уму, люди руки, мы немножко улучшили вот этот пакет инвестиционный, извиняюсь, не инвестиционный, а презентационный пакет информации слайдов, вот, решили туда пару слайдов из Рейл Балтики взять, вот, и уже, как бы, в следующий раз быть готовыми разговаривать о финансировании предпроектных работ, подготовке, стыковке каких-то вот этих проектов. И после этого уже можно и нужно идти на уровень там мэра города, а уже мэрия, тогда после этого принят, понят, и вникту в это дело, можно будет говорить о городской думе или о городском сенате, где как они называются. Поэтому здесь еще раз вернемся обратно к оптимизации расходов, она идет. Увеличение объема инвестиций. Ну, это я сказал в начале устойчивости инвестиционного потока и увеличение объема инвестиций. Ведь посмотрите, я сейчас быстро пролистаю дальше, что нам вообще надо здесь иметь. Вот смотрите, инвестиционный план миллионов долларов вообще на этот проект до 17-го года. Видите здесь наверху, да? 17-й год. 2015-2017. Здесь при 2014-м мы начали в 2015-м. Хотя период шел. привязана привязана к процессу я, извиняюсь, на этот телефон и зазвенил в городе шел. Привязана к процессу строительства сэкотехнопарков. Здесь даны два года только. Значит, смотрите, всего, например, прединвестированные затраты всего 5 миллионов. 2 миллиона в 2015-м, 3 миллиона в 2016-м и в 2017-м еще полмиллиона. Но смотрите, проектно-интонструкторские работы, подвижной состав, он только начинается с 2016-го года, с ним сейчас занимаются. Если кто видел сегодня, на одном из элементов подвижного состава Сюни Робхук катался. Это юнибайт, это фрагмент, так называемый колесный фрагмент юнибайта. В нем уже существует целый ряд элементов, которые будут юнибайки в облегченном варианте. Он будет представлен в Берлине, скорее всего. По крайней мере, такие планы есть. Потом компания сидела там еще и в корпусе макета будущего юнибуса, вернее, это юнибайт. Это тоже видно. Но этот процесс еще впереди, видите, 22 миллиона. То есть в 2016-м году, я к чему веду разговор, друзья. Итого, затрат планируется на 105 миллионов. Мы находимся где? Мы находимся с вами посередине этого года. Предположим, что мы 50 миллионов уже инвестировали или собрали. В чем? Мы далеки еще от этого. Поэтому, смотрите, нам тогда еще надо 55 миллионов. Ежемесячно надо инвестировать в процесс, чтобы его обеспечить 10 миллионов. Вы понимаете динамику цифр, которая стоит перед нами, чтобы понять этот процесс? Всего, значит, и таким образом здесь прекрасно видно, можно ощущать и понимать вот этот процесс. И дальше в 2017-м году 126 миллионов. То есть нам в этом году еще работать и работать. пока мы в динамике даже с поддержкой крупных инвесторов, которые вошли и потихонечку готовятся еще войти, в этот процесс тягиваемся. Ну, процесс такой, какой он есть. Поэтому мне представляется, что следующие этапы могут идти достаточно быстро. Вы же понимаете, нам надо еще 50, как минимум, 50, а то и больше миллионов до конца года ввести в процесс. Теперь, если мы посмотрим с вами на то, значит, что у нас там получается, 15 миллионов здесь, и дальше пошли по процессам. Смотрите, по этапам. Значит, у нас 8-й этап надо у нас, то есть всего надо нам собрать до 8-го этапа 36 миллионов и так далее, так далее. То есть здесь у меня, помню, все этапы есть, здесь всех этапов нет, я только фрагменты. То есть одним словом, дорогие друзья, чтобы здесь не сильно дергаться от информации к информации, я просто хочу вам сказать, что еще достаточно много нужно увеличивать объем инвестиций. Поэтому наше поле достаточно широкое, тем не менее, у нас 7-й этап, результаты, или, скажем, вернее, условия этого этапа нам известны, и работа есть над чем. Теперь вернемся и перейдем к инвестору. С одной стороны, я вам говорю, что нужно больше инвестировать. С другой стороны, друзья, инвестор, у него присущая на 7-м этапе разумность, то есть надо очень четко взвешивать свои возможности. Зачастую люди накидываются на решение по-матросовски, я извиняюсь, как грудинам разуру, вот давай сейчас буду все инвестировать, что у меня есть. Не надо, надо очень умеренно. Вы знаете, кто участвовал в занятиях у Тарасова, кто еще где-то участвовал. Везде говорится о том, что инвестировать нужно определенную долю от своих месячных доходов и в первую очередь от того, что остается от бюджета семьи или личного бюджета после как бы решения насущных жизненных как бы расходов семьи. Поэтому если подходить, а я рекомендую подходить к этому делу именно с позиции инвестора, именно инвестиционной стратегии, о которой мы тоже говорили, то нужно стабильно инвестировать. То есть надо, и это позволяет пакеты, которые сейчас предложены флук капитал. И если здесь, а это важно, нужно фокус держать на благополучии. А благополучие это не только то, что я себе получаю, а и то, как другие получат это благо. Благополучие всем. А это значит, что не только я втихаря под себя инвестирую и отрываю там, или как делаю, но разумно делаю, тогда не отрываю, стабильно делаю, не отрываю. Мне надо стабильно передавать информацию другим людям, рассказывать об этом, и таким образом я себе создаю базу для стабильности. Вот фокус на благополучии. Я фокусируюсь в первую очередь на благополучии других людей. Вы поймите, это как в том анекдоте, что с Хаджоем и Средином, когда он спасал утопающего, он, пока он ему кричал, что дай руку, тот не давал ему руку, как только он сказал, на руку, возьми руку, тот человек взял. У всех людей, практически, в большинстве, такова, так работает подсознание человека, и это ничего не поделает. Поэтому фокус на благополучии другого человека. И когда мы приходим, я замечал, я вот со стороны смотрю, как некоторые звезды инвестиционного уже теперь бизнеса SkyWay рассказывают, я просто, мягко выражаясь, балдею. У всех, кто успешный, у кого хороший уже как бы задел команд инвестиционных, они все исходят с позиций. Фокус на благополучии другого человека. Хочешь? Давай. И я вам тоже говорил, я смотрю и думаю, что, значит, и я был не сильно, значит, как бы не прав, а скорее всего прав, когда я говорил, что когда приходите, а мы начинали, и в принципе-то с вами идем в контексте адресных проектов, то в любом случае мы приходим к тому, что давайте, вот есть такая-то технология, мы о ней коротко рассказали, давайте подумаем, что мы у вас можем сделать, чем мы можем быть вам полезны, и так далее, и так далее. То есть давайте, что вам дать, а не что от вас взять. И тогда начинает фокус на благополучии срабатывать в благо, на благо всех, на благо того, с кем ты об этом говоришь, с теми, с кем ты говоришь, и плюс, естественно, есть отдача в твое благо. Создание защищенных резервов. Вы понимаете, для инвесторов очень важны сегодня, многие это начинают понимать, в этой абсолютно смутной, в этом время смутной очень большой, финансовой смутной. Смотрите, что происходит. Пока, значит, рулит еще доллар, рулит евро, где-то еще что-то рулит, но мы не знаем, что завтра может произойти. Я не устану повторять, дорогие друзья, я с надеждой смотрю на те акции, которые мне уже удалось, значит, как бы приобрести или стать инвестором и получить соответствующие акции, но на то, что бы ни случилось, скажем, на финансовом рынке, будет доллар, будет евро, есть капитализирующийся, значит, имущество или капитализирующийся капитал, который реализуется и как бы создается в Беларуси, и поэтому он материализуется там, он становится базой, и поэтому неважно, значит, есть ли это в долларах или это в евроах или еще в чем-то. Будет какая-то другая валюта, будет криптовалюта, например, электронная, все равно у акции будет своя ценность, и она становится все более и более ликвидной. С каждым шагом, с приездом Робхука, с выездом нашим и с этого струнных технологий на Берлинский и на Транс-2016, с каждым следующим, последующим адресным проектом, который есть, а они идут, мы у них просто не знаем, адресный проект. Адресный проект – это мотор-колесо, адресный проект, адресный проект, потому что производство подготавливается, идет процесс, строится юнибус, юнибайк – это адресные проекты, подготавливается строительство корпуса под производство, адресный проект, но пока это идет шаг за шагом и не лавинообразно. И об этом показывает нам и таблица финансирования, о которой мы говорили, и о которой мы показывали. Там видны объемы. Поэтому то, что создание защищенных резервов, это есть наш процесс, это наш плюс, это наши козыри, это наша сильная сторона. У банков, видите, у меня под вопросом банки стоят. У банков достаточно большие проблемы. Они не знают, куда деньги делают. Они хотят и не знают. Вернее, им нельзя. Они построены, они функционируют по старым концепциям, по старым парадигмам работы с деньгами. То есть они стали продавцам их денег. А это время проходит. Поэтому только инвестиции, только участие в проектах это будущее. И поэтому выходят фонды. Фонды ищут сейчас. Но у фонда тоже есть свои ограничения. Они тоже созданы еще. То есть нужно следующее поколение фондов. Они начинают трансформироваться, у них есть большой интерес. И это тоже будущий наш инвестор. Поэтому банки, я боюсь, что в ближайшее время не наши инвесторы. Могут стать нашим инвестором банки, которые как бы работают в исламском банкинге. Ну, а видите, исламский банкинг, он почему-то связывается с определенными отрицательными процессами в мире. И поэтому сейчас здесь не все однозначно. Об этом сейчас пока не будем говорить. И определить, что ставить во главу инвестору. Очень важно, что ставить во главу этого процесса инвестиций. Ставить ли то, что ты хочешь иметь как можно больше акций. Да, точно надо знать, зачем. Да, может быть, это у тебя или у того инвестора, или у той инвестиционной компании задача. Действительно материализовать, или вернее, реализовать те, как бы, возможно, что будущие и будущие фондики доллары в конкретной акции. И с надеждой, и с надеждой, и с уверенностью, что они придут к определенному состоянию, когда они станут ликвидными. Может быть, это то, что кто-то рассчитывает на то, чтобы это были бы, так называемые, пассивные доходы. Да, это может быть во главе. А кто-то это будет просто как средство будущей, как бы, деятельности. Приобрел количество акций определенное, распределил их, разложил в разные корзинки. И ты четко знаешь, что, например, с 30% пакета, не важно, сколько у тебя там. Но могу сказать, вот, все-таки важно. Вы знаете, у меня была маленькая дискуссия с одним из коллег наших. Вот. И он мне задал вопрос. Ну, ладно, ты, говорит, там умничаешь, значит, со своими людьми на вебинаре. Вы уже как-то вот пришли к выводу, сколько вообще оптимально иметь акций. Вот. Для того, чтобы себя чувствовать уверенно. И вот мы считали, считали, не буду сейчас вашим названием делом запаривать, я извиняюсь. Это пускай будет у вас домашнее задание. Посчитайте. Вот. Мы пришли к выводу, что менее миллиона акций, ну, можно иметь, да. И это тоже хорошо. Но так называемый, как бы, пакет, рабочий пакет начинается с миллиона акций. Вот. И поэтому, слава богу, время еще есть. У кого-то начал маленькими пакетами, то, естественно, к этому прийти можно. Ну, должна быть определенная. Тогда надо знать, что ты во главу угла ставишь и когда он приходит. И тогда, например, распределив свой пакет, весь пакет акций, сказать, что 30%, то есть 300 тысяч с миллионом, например, это те акции, с которыми я начинаю участвовать в будущих адресных проектах. Как? Просто сказать, кто-то говорит, что я продам, где? Зачем превратить их в какие-то нестабильные средства, в те же доллары, пардон, будущие, например, если они будут, дай бог или не дай бог. Вот. А акции, они становятся ликвидными и сдать акции. И эти акции поучаствуют в проекте, потому что это будет капитал, это как будто деньги. Вот. И тогда уже проект может взять деньги под строительство билета, имея так называемый залог эти акции, которые я туда встаю. То есть я создаю своими, вот этими моими 30% акций, то есть, скорее всего, не скорее всего, а вернее, тремя штами на 300 тысяч по минимальной стоимости акций, я их вкладываю в так называемый будущий капитал компании, которая будет вести, управлять каким-то будущим адресным проектом. Это средства. То есть мы ставим что-то во главу и начинаем над этим работать. Таким образом, дорогие друзья, идем дальше. Что у нас дальше получается? Смотрите. Что я хочу вам еще довести до вашего понимания или ощущения? Вы понимать-то понимаете. Вопрос в другом. Когда это дело как бы начинает проявляться? Вы знаете, я иногда говорю, что есть вещи, которые как-то вот, хоп, триггер где-то срабатывает, и я вдруг начинаю врубаясь. А, вот где собака зарылась, или вот где грибы спрятались. Усиление идет через копирацию. Что я этим хочу сказать? Я, как уже впереди я там сказал, что я передаю информацию адекватно и достоверно человеку. Я ориентирую на его благополучие. То есть я говорю ему, что, дорогой друг, у меня было очень много в последнее время таких бесед, чтобы моя совесть была чиста, я понял, что мне надо, кому надо, всем рассказать, а дальше каждый принимает решение сам. Я передаю информацию адекватно, настолько, насколько я могу, и говорю, что я говорю то, или я передаю то, что я знаю. Что я не знаю, если у тебя есть вопрос, я тебе дорасскажу потом. Не вытягни из меня жилы. И достоверно. То есть достоверно, ровно, настолько, насколько это мне доступно. И насколько человек может воспринять эту информацию. Поверьте мне, человек не воспринимает много. И мы, стараясь иногда благополучие создать человеку, начинаем его перегружать. И у него мокрошка начинает дымиться. У кого есть волос, они начинают вставать дымом. Слово у меня волос нет. Поэтому у меня иногда начинает дымиться голова. И поэтому надо достоверно и адекватно подавать и умеренно. Я бы еще дописал сюда слово «умеренно». И поэтому я просто повторю третий раз. Мой посыл, когда я говорю, или ты, кто ты там будешь говорить, или вы, кто вы там будете говорить. Ваш посыл во благо другому человеку. Решение он примет, дорогие мои, сам. Значит, если я так подхожу, или даже не если, я не допускаю если, я говорю, когда я так подхожу, когда ты так подходишь, когда вы так подходите, то мы действуем все вместе во благо SkyWay в первую очередь. Почему? Да потому что надо до конца этого года реализовать более 100 миллионов. Понимаете? Зачем это надо? Просто реализовать? Нет. Это для того, чтобы сертификация шла дальше. Она уже идет, но чтобы она шла полнокровно дальше. Вот для чего это нужно. Это будет во благо планеты. Почему? Да потому что каждый шаг, каждая капля, каждый миллиметр продвижения проекта SkyWay, он является водой на мельницу улучшения экологической ситуации на планете. Это трудно сейчас связать во все мелкие потоки. Но это так начинается. Я сегодня ехал в машине и слушал, что шла передача. Вот я просто приведу параллель. Что нашли ученые американские, что, например, рептилии на Земле вдруг в очень короткий и быстрый период адаптировали. Что произошло миллионы-миллионы лет назад, десятки или сотни даже миллионов назад, произошел катаклизм. Все динозавры там и так далее пропали, уничтожились. И вдруг появились, начали рептилии появляться в воде и так далее. Благополучно, но шаг за шагом, мелкими, откуда? Начало появляться кислород, начали меняться потоки, не вертикально осуществлялись. То есть не горизонтально осуществлялись, не равном океане, а вертикально. И таким образом стал кислород поступать. И шаг за шагом, молекула за молекулой начала развиваться. Это миллионы лет, но тем не менее процесс пошел. Поэтому каждый миллиметр, каждая молекула нашего действия сейчас точно так же, в менее короткие или более короткие сроки, пардон, осуществляет тот же самый процесс. Незаметно, на первый взгляд. Казалось бы, вода, есть вода в этом году, в следующем году и так далее. Но через 10 тысяч лет появились какие-то головастики. Точно так здесь. Сегодня нет, через месяц нет, через 3 месяца появились инвесторы крупные. Кто-то скажет, что нам не нужны крупные инвесторы, они нам мешать будут, наш дешевт весь испортят. Не беспокойтесь, дорогие друзья, не испортят. Они только усиляют или будут усиливать так называемую ликвидность наших акций, которые мы уже приобрели, которые собираемся приобрести, имея определенную стратегию. Таким образом, в любом случае это во благо планеты, то, что мы приобретаем эти акции, а с другой стороны, потому что это экологический транспорт, экологически чистый. Вот в риге сидели, беседовали, и там один человек говорит, господи, когда мы смотрели, я показывал слайды, какие варианты есть грузового транспорта. Сразу же там появилась идея, значит, что смотрите, я поделюсь с вами этой идеей, что надо думать о том, что почему бы, ведь сейчас существуют так называемые контейнеры, 20 и 40 футовые контейнеры, кто знает, да, морские контейнеры. И очень много грузового мира передвигается именно такими контейнерами. И таким образом, они говорят, что зачем машины донять эти, как я уже вам когда-то и говорил на вебинаре, большие фуры, скорее всего, должны быть контейнеры, и SkyBee должен тоже, скорее всего, подстроиться под такую, и быть готовым принимать такие, как бы, вот эти контейнеры, да, или модули. Идея возникла опять. А может быть модули, которые вставляются в контейнеры, контейнеры не гонять по трассам, скорее, а гонять в модули, и эти модули на каких-то логистических центрах перегружать. То есть это опять идет, как бы, уменьшает необходимость гонять фуры, экология улучшается значительно, и так далее, и так далее. То есть шаг за шагом. Поэтому решений очень много. Во благо мне самому. То есть во благо SkyBee, во благо планеты, во благо мне самому. Ну, я уже не буду пятый раз повторяться, почему это во благо мне. Теперь я дебю вам этого благо. Во благо моим потомкам. Вот здесь можно долго пофилософствовать, друзья. Потому что потомки – это и планета, это и благополучие, это и их процветание. В любом случае, создав, поучаствовав в таком мощном процессе, мы создаем благополучие наших потомков. То есть мы берем, мы у них, мы сейчас взяли у будущих займ, но мы отдаем и создаем базу для того, чтобы они были благополучны, были, процветали и жили в нормальном, цветущем мире. Поэтому, дорогие друзья, этот процесс идет так, как он идет. И я напомню вам 4У. Принцип 4У. Усвоение особенностей SkyBee. Транспортной технологии – это база, это наши принципы, это усвоение. Теперь умение передать существенное за 15 минут. Второе У. Уместная и укомплектованная информация. Уместная. То есть, вы знаете, хочется иногда, как тот попугай, повторять одно и то же. Ну просто, да? Отскакивает и отскакивает. Но чувствуешь левым глазом или правым ухом, чувствуешь, что здесь надо что-то другое рассказать. Вот сюда вот этому человеку, или вот этой компании, или вот в этой организации, не идет эта информация. Тогда надо думать, что, идя туда, всегда, вот перед тем, как идти кому-то что-то рассказывать, всегда подумать, а какова цель, а что там существенно, а почему это надо там рассказать, а что можно там не говорить, и не нужно говорить, может быть, да? Вот. Поэтому уместная и укомплектованная. Чем укомплектованная? Фактами. Какими-то конкретными. А вот это здесь вот есть. Или вот здесь такой рисунок есть, например, да? Вот как я, например, какими-то фактами пользуюсь. Могу с вами поделиться сейчас. Смотрите. Значит, я здесь где-то вам заготовил. Так, стоп, стоп, стоп. Вот, проскочил. Видите? Например, я говорю, говорю, говорю про Экотехнопарк, говорю про разные вещи, да? И рассказываю факт. Вы видите, что у нас есть? Какие наши семьи? Вот есть решение экспертного совета. Есть, есть. Супер. Показал. Факт. Говорю, что здесь вот есть компании, которые в Инверситете подготавливают работу. А чем они занимаются? Я говорю, ну, запросто. Видите? Есть схема такая, смотрите. Skyway, Австралия. Компания, это управляющая компания, которая создается Global Transport Investment. Экотехнопарк, как финансист и владелец, да? И Фландерс, и университет из этого самого Landlords. Вот. Дальше. Что они делают? Вот они что делают. Показывают, значит, есть такие вещи здесь. Кто еще участвует здесь? С чем он привлекается в этот проект? И тот же самый Global Transport Investment, он тоже здесь участвует в процессе. Он оформляет документацию или создает дизайн. Он, значит, создает потоки в этот процесс, да? И на рынок выводит все эти вещи. И участвует в этом выводе на рынок. Кто-то участвует в обеспечении, кто-то участвует в менеджменте управления, планировании этим процессом, да? Оформлением документации. И кто-то осуществляет в местной привязке инженеринговых решений, именно конкретно к той трассе. Дальше идет процесс, значит, покажу. Вот Берлинская выставка. Но здесь есть еще целый ряд интересных вещей. Сейчас я покажу вам. Это у меня тут проскакивает. Дальше. Например, приложу. Казалось бы, это с финской газеты. Как и Сталина, по дну Балтийского моря, вот Балтийское море, можно попасть в Хельсинки за 30 минут. Пытаются сейчас это решить. Как продление вот того же Балтик проекта, чтобы проехаться здесь по туннелю. Ну, пардон, дорогие друзья, 16 миллиардов евриков надо здесь заложить этот проект. Это значит, один километр будет порядка от 112 до 160 миллионов евро стоит. Один километр. Если это решать, а когда будем решать это в рамках технологии СКОВИ, то, пардон, мы не отсюда пойдем, а мы пойдем вот здесь вот таким трубным или отсюда зайдем, здесь пройдем, где корабли ходят, выходим, здесь по мышкам уходим в Хельсинки, в Пасево, и здесь в Эстонии решаем тоже в Таллине это дело. То есть, разный вариант. Идем дальше. Тут есть, например, фрагмент, говорю, вот видите, они все залезли под землю, вот она, в Балтийском море, вот вода. А мы пойдем здесь, решаем эту задачу. Вот и все. Кто-то начинает говорить, а как, а что, куда ланкер будете, куда... Я говорю, это все будет решено. Не волнуйтесь. Это все будет решено. То есть, таким образом, что я делаю? Я показываю, как я пользуюсь тем же самым, что я укомплектован какими-то фактами, я их подготовил. Они у меня не сразу были. Я постоянно над этим слежу, смотрю и как бы укомплектован. И подаю инвестную информацию. Где-то мне вообще нечего говорить об этом подземном каком-то канале и так далее. Но у транспортников это надо сказать про эту трубу, которую тут собираются делать. Каким-то политикам надо об этом сказать, что смотрите, друзья, какие деньги зарываются сюда или пытаются зарыть и так далее. То есть, это все процесс, дорогие друзья. Таким образом, мы приходим к тому, что Эко-технопарк, сертификация его, сертификация технологии Скорей продолжается. В первую очередь, повторюсь, идет от антерной опоры к антерной опоре, как все равно Алексей говорил. Струны натягиваются, на струны, вернее, струна протягивается, на струны натягиваются сначала рельсы и так далее. Кто-то скажет, кто-то тут, а здесь какая конструкция будет? Если мы посмотрим, то здесь будет достаточно жесткая конструкция фирменная. Она будет проложена и уходит дальше потом, как скоростной транспорт. Но здесь будет несколько другая уже структура. Но для этого, дорогие друзья, нужны средства. Поэтому наша задача – работать над инвестициями с одной стороны, работать над привлечением инвесторов. И в этом процессе не забывать про то, что мы постоянно усваиваем особенности Скорей, транспортной технологии Скорей, становимся более компетентными и готовимся к тому, что мы когда-то начнем, чтобы поучаствовать или же инициаторами, или же участниками будущих адресных проектов. Не важно как, инициаторами и как бы запустить адресный проект. Например, вчера опять-таки был разговор, что мы будем делать, Владимир Маркович, дальше, когда мы запустим вот этот проект. Там есть один проект, фрагмент. Я говорю, там ничего потом делают. Люди, которые вложат деньги, мы инициаторы, мы делаем опционное соглашение, и мы выходим оттуда. Мы получаем свое благо за то, что мы этот проект довели до создания управляющей компании по выпуску какой-то продукции для Скорей. Все. И пожалуйста. Поэтому все, дорогие друзья, возможно, все нужно продумать. Но для этого надо постоянно над этим работать. Поэтому рекомендую, дорогие друзья, коллеги, ежедневно находить 15 минут для того, чтобы прочитать хотя бы книгу об Анатолии Эдуардовича Веницком. Вы знаете, о какой книге я говорю, «Небесные дороги» или как он там называет, сейчас скажу вам точно. Анатолий Боровский рекомендую ее читать. Она у меня настольная книга, здесь жаль, что не могу вам показать. У меня очень много закладок, но я ее обпользуюсь. Поэтому это создаст мне возможность усвоения вот этого первого дела. И он должен умение передать, умение дает передать существенно за 15 минут. Потому что она говорит, что 15 минут каждый день я могу найти, 15 минут сегодня, 15 минут завтра, через 10 дней я уже 150 минут уделю чтению. Иногда мы подходим так, что «О, нет у меня 2-3 часов почитать, я лучше не сяду». И так это дело откладываю изо дня в день. Поэтому подумайте над этим. Мы об этом еще будем говорить. Нам будем говорить на каких-то других еще вебинарах. Потому что мы идем к этому. И мы начинаем сейчас работать с лидерами. И мы идем к этой теме, чтобы люди работали над собой. То есть мы строим Скайвей, мы спасаем планету. Тем самым мы продвигаем на себя. То есть мы становимся с каждым днем лучше. С чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю. Наше время стекло. Есть вопросы? Пожалуйста. Я тут не смотрю. Если есть вопросы, задавайте. Пока нет. Не вижу. Вообще меня слышно или не слышно? Дайте знать сюда, дорогие друзья, слышно было меня. Вроде бы народ не сбегал. Скорее всего было слышно. А, вот сейчас-то слышно. Спасибо, Алексей. Как-то откликнулся. То есть есть вопросы. Еще раз задаю вопросы. Иначе я сейчас быстро закрываю эфир. Похоже, что нет. Надеюсь, что я вас не сильно уморил всей информацией. Желаю вам успешно завершить неделю, быть успешными, благополучными вам и вашим семьям. Всех благ, друзья. Спасибо, Алексей. До встречи, друзья. До встречи, друзья.